Каждую осень все люди интересующиеся наукой с нетерпением ждут, кто же из ученых получит Нобелевскую премию. И довольно часто премию дают за открытие, не всегда понятное простым людям. Но этот год является небольшим исключением. Особенно это касается присуждения Нобелевской премии по химии. В этом году ее получили Жан-Пьер Саваж, Сэр Джеймс Фрейзер Стоддарт и Бернард Лука Сферинга. И давайте разберемся, за что же ее дали? Думаю, вы знаете, что все живое можно представить как мир молекулярных машин, внутри которых все постоянно движется и взаимодействует. С одной стороны, этот микромир наполнен случайными событиями и хаотичным движением. Но несмотря на весь кажущийся внешний хаос, молекулы способны перемещаться, зацепляясь друг за друга наподобие зубчатых передач и передавать друг другу движение. История создания молекулярных машин, началась почти три десятилетия назад, в 1983 году, когда Жан-Пьер Саваж смог связать две кольцевые молекулы, сформировав молекулярную цепь. 8 лет спустя следующий ученый Джеймс Фрейзер Стоддарт показал, как молекулярное кольцо можно насадить на молекулярную ось. А еще 8 лет спустя Бернард Лукас Феринга создал первый в мире молекулярный двигатель, который имел ротор, способный вращаться в одном направлении. Считается, что эти эксперименты послужили созданию одного из самых перспективных направлений химической науки, названного молекулярной нанотехнологией. Конечно, ученые не остановились на этих экспериментах, и в 2011 году группа Бернарда Лукаса Феринги создала сложную молекулу, не просто похожую на автомобиль, а обладающую четырьмя колесами и способную перемещаться, как настоящий автомобиль. Построенный наноавтомобиль способен ехать в заданном направлении под действием луча света. Самое удивительное в молекулярных машинах является то, что они способны таскать за собой грузы. Например, наноавтомобиль способен вести на себе стеклянную чешуйку, массой в 10 тысяч раз больше массы самого наноавтомобиля. Ученые из университета Риса создали другой сверхминиатюрный наноавтомобиль, или по-другому нанокар, формой напоминающей автомобиль Формулы-1. Этот автомобиль в 50 тысяч раз меньше, чем толщина человеческого волоса и приводится в движение за счет изменения температуры и магнитного поля. В итоге он способен разогнаться до скорости 14 тысячных миллиметров в час. То есть, чтобы проехать расстояние в один миллиметр, этому наноавтомобилю потребуется 71 час. Хотя, учитывая размеры наноавтомобилей, такая скорость для них вполне прилична. Очень любопытным является и то, что из-за использования колес разного размера, этот наноавтомобиль при разгоне едет на задних колесах. Еще одним примером наноробота может быть микроскопическая субмарина, состоящая всего из 244 атомов и оснащенная микродвигателем, работающим от ультрафиолетового света. Этот двигатель способен вращаться со скоростью более чем миллиона оборотов в минуту, и поэтому в жидкости она может разогнаться до невообразимой скорости в 2,5 сантиметра в секунду. К сожалению, такие молекулярные конструкции пока не находят практического применения, ведь их очень сложно строить, а управлять ими заставить делать нужную работу еще сложнее. Хотя постепенно ученые этому учатся и главная область применения нано-машин будет адресная доставка лекарств к тканям и органам. Уже сейчас тестируются лекарства от рака, которые сами добираются до пораженных клеток, минуя здоровые. И я думаю присуждение Нобелевской премии поможет развитию молекулярных нанотехнологий, ведь эта область науки уже сейчас значительно опережает свое время. А вам друзья, я желаю не останавливаться в своем развитии и может один из вас создаст свой собственный нано-механизм. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии.